Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. Сегодня 895-й день войны, вторник, 6 августа. В России сообщают о попытке прорыва ВСУ в Курскую область и отправке резервов на границу, а также о жертвах в приграничных районах. Очередные удары российской армии по гражданским целям. В Харькове пострадало здание поликлиники, погибшие в разных областях Украины. Что кандидат от Демпартии США в вице-президенты Тим Уоллс говорил об Украине? Российские власти уведомили провайдеров о замедлении YouTube до 128 килобит в секунду, пишет «Медуза». Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Россия атаковала Шевченковский район Харькова. Уже известно о восьми пострадавших, включая грудного ребенка. Сообщается, что россияне ударили по городу из ракеты «Искандер». На месте попадания возник пожар. Один из пострадавших от удара объектов – это городская поликлиника. В момент разбора завала. Сегодня там находилась журналистка Мария Малевская. Давайте послушаем, что она рассказала в эфире «Настоящего времени». По последним данным, пострадало 8 человек, среди которых 8-месячный мальчик. И правоохранители в прокуратуре, и в нас полиция говорят, что данные все могут увеличиться, потому что люди могут обратиться позже в больницу. Ну и, собственно, один из тех объектов, который пострадал, вот я стою сейчас возле здания 17-й городской карьковской поликлиники. И вот все в стекле внизу, и за моей спиной вы можете видеть, как коммунальщики и волонтеры уже начали вставлять здесь окна. Сейчас попробую зайти внутрь. Тут все в осколках, в стекле. Давайте послушаем, что рассказывают люди, которые пережили этот ракетный удар. Третий прилет за последние два месяца. То есть первый прилет был на гоэтажку, второй был прилет в угол дома. Ну, тем не менее, продавец испугался, напуган. Ну, держимся. Слава Богу, это лишь его здорово. Ну, мы были в магазине продуктовом. Ну, у нас выложился потолок подвесной. И как бы эмоции, ну, зашкалюю. Вон руки трусятся до сих. Потому что, ну, ну, уже страшно. Среди восьми пострадавших семеро женщин, это сотрудники и прохожие. Вы можете видеть, вот сколько стекла. И в основном это травмы именно осколки, которые порезали людей, плюс черепно-мозговые травмы. Это самый центр Харькова. Здесь есть высшее учебное заведение, есть общежитие, куча магазинов, такая плотная застройка. Есть пожар, с которым до сих пор спасатели не могут справиться. Из-под завалов им удалось доставить пятерых человек. Это было включение журналистки Марии Малевской с места удара российской ракеты в Харькове. Кроме того, был атакован пригород Херсона, как сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Паракудин. В результате атаки российских беспилотников пострадали пять человек. Уточняется, что взрывчатка с дрона была сброшена на находившихся на улице людей. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Воздушная тревога сегодня объявлена в восьми областях Украины. Как передает украинская правда, Россия ударила авиабомбами по городу Сумы. Также ракетами была атакована инфраструктура Сумского района области. Последствия этой атаки ликвидируют экстренные службы. В Хотинской общине в результате удара дрона погиб местный житель. В Миропольской громаде, на которую Россия сбросила управляемые авиабомбы, пострадали два человека. Кроме того, двое гражданских погибли в результате российских обстрелов в Запорожской области. Председатель областной военной администрации Иван Федоров сказал, что авиабомба убила двоих мужчин и частично разрушила дом. В ночь на вторник Россия вновь атаковала и столицу Украины. По предварительным данным, Россия применяла баллистические ракеты «Искандер». В столице и пригороде Киева работали силы противовоздушной обороны. Перейдем к ситуации непосредственно на поле боя. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего. Уточняется, что больше всего он говорил про ситуацию на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что находится на месте события и лично контролирует ситуацию. Россия, в свою очередь, сообщает о боях с ВСУ на границе с Курской областью и жертвах в приграничных районах. Подробности о боевых столкновениях у моей коллеги Ксении Турковой. Всего с начала суток на фронте, по данным Вооруженных сил Украины, произошло 85 боестолкновений. Уточняется, что на Лиманском направлении армия России 15 раз штурмовала позиции ВСУ. На Северском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. На Краматорском Россия совершила пять штурмовых действий неподалеку от Часова-Яра и Ивановского. В свою очередь, российские власти заявили о попытках прорыва Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Об этом в частности написал временно исполняющий обязанности губернатора этого региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Он заявил о боях с участием пограничников и сил ФСБ. Канал в настоящее время проанализировал Z-паблики, из которых также следует, что на границе идут бои. Телеграм-канал «Два майора» утверждал, что бои идут на нескольких участках госграницы. Как передает агентство «Рейтер», Минобороны России приняло решение направить резервные войска на границу Курской области. В столкновениях, утверждают в российском оборонном ведомстве, принимают участие около 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Украина ситуацию не комментировала. Украинские СМИ пишут о якобы прорыве ВСУ и цитируют российские издания. Отметим, что в условиях войны мы не можем верифицировать данные воюющих сторон. Кроме того, российские власти также сообщают о том, что продолжаются атаки беспилотников. В частности, в ночь на 6 августа, все в той же Курской области, по данным местных властей, в результате атаки дронов в городе Суджи были ранены 5 человек, в том числе трое детей. Все они доставлены в больницу. Также сообщается о троих погибших мирных жителях. А всего речь идет о 18 пострадавших за последние сутки в приграничных районах. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня, что в приграничном Грайвернском городском округе дрон утром нанес удар по движущемуся автомобилю. Погиб мужчина. Мирные жители Белгородской области гибнуты в результате действий самих российских военных. За последние три месяца в регионе произошло по меньшей мере четыре дорожных аварии, в которых погибли пятеро мирных жителей. И во всех этих ДТП участвовали военные. Как сообщает независимое издание «Инсайдер», 24 июля танк переехал Ниву, в которой в этот момент был житель Борисовского района Константин Лопаткин. Мужчина погиб. Очевидцы рассказали, что экипаж танка, цитата, находился в невменяемом состоянии и смеялся в лицо. 1 июня в Грайвернском округе танк протаранил легковой автомобиль, убив водителя Андрея Алексеева. Пьяные военные, ехавшие в танки, попытались скрыться с места аварии. 29 мая в Шебекинском городском округе в ДТП, которое произошло по вине водителя военного грузовика «Урал», погиб таксист Алексей Омельченко. В конце апреля военные на грузовике выезжали из-за поворота, нарушив правила, и столкнулись с КАМАЗом, груженным гудроном. Ехавшие в машине двое жителей Чернянского района Денис Толмачев и Александр Комаров оказались зажаты в кабине и сгорели заживо. Медиа узнали об этом ДТП только в августе. Ситуацию признали даже местные власти. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что число погибших в дорожных происшествиях в регионе выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Он заявляет, что нужно создать комиссию, которая будет расследовать ДТП в приграничной зоне. Это была моя коллега Ксения Туркова с военной сводкой. Перейдем к международным новостям. США сегодня стало известно имя кандидата в вице-президент США от демократической партии. Вероятный кандидат в президенты от демократов Камала Харрис объявила о выдвижении губернатора Миннесоты Тима Уоллза. Кандидатом в вице-президенты, я говорю, вероятный кандидат, поскольку демократам еще предстоит формально утвердить выдвижение в рамках специальных процедур. В контексте Украины эта новость важна тем, что по прежним высказываниям Харрис и Уоллза касательно агрессии России можно судить об их будущей политике в отношении Киева в случае избрания. Я расскажу о том, чем Уоллз известен в США. Ему 60 лет, он ветеран национальной гвардии и бывший учитель, был избран в 2006 году в Палату представителей по округу, в котором преобладали республиканцы. В Палате представителей он проработал 12 лет, а в 2018 году он был избран губернатором Миннесоты. Повестка дня на посту губернатора Уоллза заключалась в том, что он вел бесплатное питание в школах, боролся с климатическими изменениями, снизил налоги для среднего класса и увеличил оплачиваемый отпуск. Он выступает в поддержку репродуктивных прав женщин, но при этом отдает дань неконсервативным принципам, поскольку в Палате представителей он защищает интересы сельских производителей и также он известен тем, что поддерживает право на владение оружием. Ну вот, как полагают некоторые аналитики, выбор Уоллза объясняется тем, что он умеет находить общий язык с избирателями в белых сельских районах. Многие из избирателей в таких районах в последние годы голосовали за республиканца Дональда Трампа, ну а о том, что Уоллз говорил про Украину в аналитической справке «Голоса Америки». Губернатор Миннесоты и новоизбранный партнер Камалы Хадрис в президентской гонке Тим Уоллз неоднократно выражал поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. В марте 2022 года Уоллз подписал указ, официально осуждающий вторжение России в Украину. Этот указ предписывал всем агентствам штата пересмотреть свои текущие контракты с российскими организациями и расторгнуть их по мере необходимости в связи с агрессией России в Украине. «Миннесота твердо стоит на стороне Украины и решительно осуждает действия российского правительства. Я призываю всех жителей Миннесоты поддержать своих украинских соседей и пожертвовать средства гуманитарным организациям, оказывающим помощь Украине. Я также призываю жителей Миннесоты поддержать наших русских соотечественников, многие из которых испытывают ужас и тревогу из-за агрессии российского правительства в Украине». 6 марта 2022 года Уоллз объявил в Миннесоте День солидарности с Украиной. Более тысячи человек, включая самого Уоллза, собрались у Капитолия штата в городе Сент-Пол на митинг в поддержку украинцев. 4 апреля 2023 года Уоллз принял участие в телефонном разговоре двухпартийной группы губернаторов с Владимиром Зеленским, чтобы выразить поддержку Украине и солидарность с украинской общиной в США. «Миннесота поддерживает Украину. Для меня было большой честью услышать из первых уст слова президента Зеленского и выразить ему нашу неизменную поддержку. Миннесота является домом для многих украинских семей, и мы будем продолжать принимать и поддерживать украинских беженцев в нашем штате». В феврале этого года Уоллз посетил посольство Украины в США, где встретился с послом Оксаной Маркаровой для установления сельскохозяйственного партнерства между Миннесотой и Черниговской областью, снова заявив о своей поддержке Украины. «Я посетил украинское посольство, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность Украине. Я уже говорил об этом раньше и скажу снова. Миннесота поддерживает народ Украины в его борьбе за свободу и демократию». Помимо того, что Миннесота является сельскохозяйственным штатом, здесь расположены предприятия двух крупных оборонных компаний. Предприятие британской многонациональной аэрокосмической оборонной компании BAE Systems производит детали для поставляемых в Украину гаубиц, а на заводе Northrop Grumman в городе Плимут изготавливаются беспилотники и боеприпасы, которые также отправляются в Украину. Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о кандидате в вице-президента США Тимми Уолси. Добавлю, что представители предвыборного штаба Харрис заявили, что выбранный ею кандидат отправится вместе с ней в турне по семи штатам. Первое место в этом списке занимает Пенсильвания. Это штат, который и Харрис, и Трампа рассматривают как один из важнейших для исхода выборов. Стоит добавить, что позиция администрации Байдена Харрис по Украине заключается в продолжении помощи Киеву. Вот как раз сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении Киевом почти 4 миллиардов долларов от Вашингтона. Он также сообщил о согласовании позиций по финансированию Украины за счет замороженных российских активов. Давайте послушаем, что сказал Зеленский. Сейчас мы получили новый приток средств из Соединенных Штатов. 3,9 миллиарда долларов переведено на казначейский счет. Я благодарен нашим партнерам за поддержку. Мы также работаем с Европейским Союзом над получением помощи, в которой нуждается Украина в августе, в размере около 4 миллиардов евро. Есть решение G7 о выделении 50 миллиардов долларов Украине за счет использования российских активов, и сейчас мы работаем с нашими партнерами в Европе и Америке над конкретной реализацией. Это был президент Украины Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале он добавил, что Украина выделила дополнительные средства на свою внутреннюю ракетную программу. Таким образом, похоже, Киев стремится сократить разрыв в возможностях с Россией, у которой имеется арсенал дальнобойного оружия. Как напоминает рейтер, Украина с момента вторжения России в феврале 2022 года приоритизировала производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а сейчас старается нарастить внутреннее производство оружия, в частности, такого, как украинская противокорабельная ракета «Нептун», которая также может атаковать наземные цели. Напомню, что ранее Вашингтон и Брюссель приняли серию решений по реализации планов направить Киеву доходы от замороженных на Западе российских активов. Также сегодня стало известно, что Совет Европейского Союза одобрил выделение 4,2 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине в рамках программы «Ukraine Facility». Как пишет «Европейская правда», решение позволяет поддерживать макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления. В пресс-службе Совет ЕС также отметили, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в украинском плане реформ, который был создан как раз-таки для получения этих средств. Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и также шаги, которые Украина применяет для разминирования территории. Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине. Я напомню, что в целом этот план предполагает получение Украины до 50 миллиардов евро поддержки в рамках программы Ukraine Facility, если Украина будет выполнять меры, которые были оговорены Европейским Союзом. Цена войны, которую Россия ведет в Украине, это жизни тысяч и тысяч солдат, которые погибли и продолжают гибнуть в этой войне. Зачастую единственное, что присылают родным российских солдат, это закрытые цинковые гробы, которые не рекомендуются вскрывать. И вот наши коллеги из издания «Важная история» сделали интересное расследование на эту тему. Оно показывает вероятные манипуляции российских властей с установлением имен погибших. Журналисты нашли в списках военнопленных более 60 солдат, которых Минобороны России объявило погибшими. Подробности в аналитической справке «Голос Америки». В украинском плену находят российских солдат, которых в России признали погибшими и даже успели похоронить. О нескольких подобных случаях пишет издание «Важные истории». Журналисты приводят примеры двух жен военнослужащих, которым сообщили о том, что их мужья погибли на войне в Украине. Останки обоих погибших доставили домой в закрытых гробах. Семьям не рекомендовали или даже запрещали открывать крышку гроба, чтобы удостовериться, что под ней именно их близкий. Более того, не предоставили и результаты ДНК исследования, подтверждающего личность погибшего. Одной из семей обещали, что на крышке гроба будет окошко, через которое можно будет увидеть лицо умершего. Однако не было и его. Но погибших похоронили еще в 2023 году. А через несколько месяцев жены узнали, что на самом деле их мужья живы и находятся в украинских лагерях военнопленных. Одного удалось найти в списке военнопленных, а другого заметили на видео из лагеря. При этом, как выяснила одна из жен, в ЧВК «Вагнер», где служил ее муж, он числился не как погибший, а как пропавший без вести. Важные истории пишут, что им известно еще как минимум о шести подобных случаях, когда российских военных, о гибели которых сообщали родственникам, обнаруживали в плену. В марте этого года издание уже писало о шестидесяти четырех подобных случаях. Некоторые жены теперь настаивают на эксгумации захороненных тел, чтобы выяснить, кого же они успели похоронить. При этом они сталкиваются с сопротивлением других членов семьи. Кто-то не хочет тревожить усопших, а кто-то беспокоится, что в случае ошибки придется возвращать выплаты, полученные от государства, мешает провести эксгумацию и закон. В случае открытия могил против родственников могут возбудить дела за надругательство над телами умерших и местами их захоронения, либо за уничтожение или повреждение воинских захоронений. Это была аналитическая справка «Голос Америки» о расследовании важных историй. Российские власти делают все возможное, чтобы независимая аналитика о вторжении России в Украину не доходило до россиян. И пример тому – это замедление работы YouTube в России. Фактически, YouTube – это на данный момент единственная западная соцсеть, к которой в России был свободный доступ и которую власти не блокировали. И вот сегодня, как пишет «Медуза», российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 кбит в секунду. Об этом изданию рассказал источник на телекоммуникационном рынке. Скорости в 128 кбит в секунду должно хватить для нормального прослушивания аудио или просмотра видео в очень маленьком разрешении. При этом при выборе видео с высоким разрешением пользователи, скорее всего, столкнутся с ощутимыми задержками при загрузке. При этом дальнейшие планы российских властей пока неизвестны. «Медуза» пишет, что ни у кого из операторов интернета нет четкого сценария, что будет дальше. Я приведу дословную цитату собеседника «Медузы». Если они хотят, чтобы YouTube просто открывался и приносил боль, то это идеальный расклад. Можно, опять же, говорить. Мы не заблокировали, YouTube как-то же продолжает работать. Давайте послушаем, что на эту тему сказал адвокат Саркиз Дарбинян. Мы наблюдаем по всей стране, то есть жалобы идут от всех пользователей, всех операторов связи, что грузится все очень плохо. И, конечно, не везде одинаковая сейчас скорость, но, тем не менее, ухудшения скорости подключения к видеосерверам YouTube наблюдаются повсеместно. По сути, это предложение посмотреть видео в самом худшем качестве, которое будет еще, скорее всего, иногда прерываться для того, чтобы подгрузить видеокартинку сервера. То есть для потребления современного человека это уже некачественный стандарт видео, и, естественно, никто не будет сидеть и ждать, пока это видео там подгрузится. И это не то, к чему привыкли пользователи за многие годы пользования YouTube. Это был адвокат Саркиз Дарбинян о замедлении работы YouTube в России. И СМИ также сообщают, что в России резко вырос запрос на скачивание приложений VPN, а также на скачивание приложений российских сайтов, где можно посмотреть видео. Этой новостью мы плавно перешли в рубрику «Кого где за что», в которой я расскажу вам о репрессиях, которые Россия ведет в отношении противников вторжения в Украину. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7,5 годам лишения свободы журналиста Дмитрия Колизева. Признали его виновным в распространении так называемых фейков о российской армии. О приговоре сообщил проект «Сетевые свободы». Но сам Колизев в своем фейсбуке прокомментировал приговор. Он назвал это судебным фастфудом. В частности, подчеркнул, что осудили его за пост и статью об убийствах мирных жителей в Буче. Журналист также добавил, что единственный лжец в этой истории это Минобороны России. Этих людей и нужно судить. Не только за ложь, конечно, но и за военные преступления в Украине. Колизев также добавил, что продолжит заниматься журналистикой и уточнил, что рассмотрение его дела заняло пару часов. И действительно, российские суды буквально за 2-3 заседания выносят сроки, которые ломают людям жизни, в частности, тем, кого судят в России, кто находится в России. Вот сегодня стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд назначил гражданину Украины Алексея Ефименко 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом приговоре очень мало что известно. Единственное, что выяснило Медиазон, это что Ефименко, он гражданин Украины, что его дело рассмотрели за 3 заседания, что он пропал 21 июня 2023 года в поселке Михайловка Запорожской области, который был оккупирован российскими войсками. Ну, а украинский правозащитный центр ЗМИ написал, что Ефименко работал инженером-электриком и жил в Михайловке со своими бабушкой и дедушкой. Известно, что летом прошлого года его задержали российские военные и вывезли в комендатуру в оккупированном Мелитополе, где держали в заключении. Сегодня же стало известно о новых приговорах в отношении несовершеннолетних. Первый западный окружной военный суд в Петербурге приговорил 15-летних Егора Лаускиса и Артемия Доронина к 2 и 4 годам о лишении свободы. Обвинили их в теракте, организованном группой лиц. Ну, как и ранее в таких случаях, речь шла о поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции. Как уточняет верстка, ущерб в результате действий детей был причинен на сумму 758 рублей 18 копеек. Это менее 10 долларов США. Но из материалов дела следует, что к подросткам обратился в интернете некий человек с ником Магав, который предложил им поджечь этот релейный шкаф. Ну, а ранее правозащитный проект «Автозаклайф» подсчитал, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину уже более 500 человек стали фигурантами уголовных дел о поджогах или попытках поджогов военкоматов. Также в ряде случаев фигуранты пытались поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры, включая релейные шкафы. Мы продолжим рассказывать вам о репрессиях в отношении россиян, которые самыми разными способами пытаются выступить против российского вторжения в Украину уже в наших следующих выпусках подкаста. На этом выпуск наш заканчивается. Как всегда, я призываю вас подписаться на наш подкаст в Apple подкастах и порекомендовать его друзьям. Нас можно слушать на сайте «Голоса Америки» в приложении «Эхо». Очень просто нас также слушать в Телеграме. И наши подкасты, даже несмотря на сегодняшнюю новость о замедлении Ютьюба, по всей вероятности, можно будет продолжать слушать на Ютьюб в обычном режиме. Я Алексей Горбачев. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху и журналистку Ксению Туркову. До встречи завтра.